Калининград. Культурно-туристический проект «Музейный квартал». Музейный квартал в Калининграде – это новое культурно-туристическое пространство, площадью более 600 гектаров, которое объединит ведущее музейное учреждение и туристические достопримечательности исторической части города, дополнив их новыми объектами. Символический центр проекта – остров Канта. Знаковое место. Помимо кафедрального собора с уникальным органом и внутренним убранством, здесь находятся могилы философа Эммануила Канта, парк скульптур, площадки для городских ярмарок и культурно-массовых мероприятий. В рамках проекта «Музейный квартал» продолжено строительство этнографического и торгово-ремесленного центра «Рыбная деревня», где разместятся новые гостиницы с единым комплексом коммерческих и жилых зданий. Также здесь появится музей русской живописи и прикладного искусства. «Рыбная деревня» – один из современных архитектурных символов Калининграда. Его визитная карточка. На противоположном берегу реки будет расположена благоустроенная территория – речная набережная. Она протянется более чем на 2 километра и будет состоять из 12 оригинальных архитектурно-градостроительных сюжетов. В центральной части речной набережной уже реализуется проект по реновации исторического здания бывшей биржи под Калининградский музей изобразительных искусств. В проекте музея предусмотрена необходимая сервисная инфраструктура, фонда-хранилища, конференц-залы, библиотично-архивный блок и другие выставочные пространства. Здесь же будут открыты филиалы государственного архитажа и русского музея. Рядом с музеем планируется воссоздание исторического разводного моста, который соединит набережной с территорией острова Канта. Эстетический облик прилегающего к музею ландшафта будет дополнен сквером со светомузыкальным фонтаном. В здании бывшей янтарной мануфактуры запланировано создание экспозиционного центра и мастерских Калининградского музея янтаря, являющегося единственным в России музеем одного минерала. Вторая часть здания будет приспособлена под центр подводного культурного наследия «Морское собрание». На линии вдоль реки запланировано возведение коммерческой застройки, строительство пешеходных бульваров и велосипедных дорожек. Восстановленный разводной мост свяжет музейные объекты воедино и будет способствовать популярности пеших прогулок. Завершается эта часть музейной набережной историко-культурным центром «Корабельное воскресенье», который разместится в отреставрированных помещениях Фридрихсбурских ворот и прилегающей территории Ладейного двора. На другом берегу реки, вдоль набережной Петра Великого, расположился исторический флот и экспозиционные площадки Музея Мирового океана. В стадии строительства находится новый экспозиционный корпус музея «Планета Океан». В его состав также войдут военно-морской центр «Куб воды», фонды хранилища с экспозицией «Глубина» и образовательный центр «Океан» и «Я». Продолжается музейный квартал набережной с уже существующей современной гостиничной и бизнес-инфраструктурой. Здесь появится музей Марципана и будет построен пешеходный разводной мост, который свяжет эту территорию с островом Канта. Следующий объект проекта – это территория бывшего Королевского замка. Уже сейчас здесь ведутся работы по консервации выявленных руин западного флигеля и создания культурно-общественного пространства с философским парком. Наиболее ценные фрагменты археологической площадки будут накрыты навесными дизайнерскими элементами из стекла и металла. Расположенный рядом Дом Советов станет центром современного дизайна и мультимедийным выставочным комплексом. Он объединит на своей территории архитектурное бюро, дизайн студии и шоу-румы. В районе реконструированного моста Деревянный на основе исторических чертежей возводится синагога. В рамках музейного квартала здесь разместятся молитвенные залы, молодежный центр и музей толерантности, создаваемый по аналогии с Еврейским музеем и Центром толерантности в Москве. Территория острова Октябрьский с футбольным стадионом мирового класса также включена в музейный квартал, что предоставляет новые возможности для его использования. У стадиона будет возведен культурно-образовательный музейный комплекс, который станет одним из крупнейших и наиболее современных в регионе. Именно здесь будут расположены музей «Россия. Моя история» и филиал сцены Большого театра. Концертный зал, выставочные площадки и образовательная программа для школьников и молодежи объединят под одной крышей культурное сообщество всего Калининграда. Субтитры создавал DimaTorzok